Приветствую вас, Аноним. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте, и попробуем сформулировать некоторые основные мысли, основные идеи того, что вы написали. Встречается девочка около трёх лет, мне обрится девочка тридцать один. Смотрите. Три года. Срок не маленький. И я думаю, что... в возрасте 27 лет люди уже вполне могут понимать, что их объединяет, почему они вместе, ну, что их связывает, что мы по ними общего. Вот. И... Этот вопрос у меня к вам. Что между вами общего? Вот. В течение полутора лет я был абсолютно глух к её желаниям, ибо жил по собственным сценариям. Почему? Почему вы были глухи к её желаниям? То есть, нет, конечно... Понятно, что... у вас, вероятно, есть основание, вы пишите, что я был приучен в детстве, у меня довольно токсичные родители серьёзно поломали мне психику. Но... Согласитесь? Не очень хорошо... И справедливо... то, что... из-за ваших проблем острадает девушка. И если вы понимаете, что наши родители токсичны, и... поломали вам психику, то, наверное, стоило бы поработать с этим. Наверное, стоило бы... разобраться в этом. Наверное, стоило бы... привести себя в условный такой порядок. и... уже... потом... сутат в отношениях. А то... согласитесь... несколько... странная, получается, ситуация, при которой вы... будучи не... не готовы... к отношениям... в них вступает. Да, вы можете сказать, безусловно, что это ваши первые серьёзные отношения, что опыта у вас нет. Тогда я могу задать вам, в общем и целом, такой вопрос. А если это у вас первые отношения, и первые отношения в 27 лет, первые серьёзные отношения в 27 лет, что было до этого, с какой целью вы встречали с девочками до этого, и... как вы воспринимали, а может быть даже и воспринимаете свою девушку до всех пор. Это тоже очень... важный момент... момент. Ну, важнее... самое важное то, как вы воспринимали её изначально, когда только начали... встречаться. Дальше. Также я был довольно упорот в некоторых вещах, делал дебильные комплименты, я пригласил девушку пару раз для проведения совместного досуга с друзьями, она не захотела, и я ей перестал предлагать, а оказалось, она хотела другого досуга, совместных походов в театр, выставки и т.д. Я подумал, что она... домашедка, и почему-то подумал больше ей не предлагать такого. ну, опять же, вот, понимаете, с одной стороны, да, вы описываете, не чутко поведение, по отношению к вашей девочке, вы бравы, но, с другой стороны, вы именно такой человек, и можно ли требовать от вас того, чтобы вы были другим, на мой взгляд, однозначного ответа нет, потому что если девочка согласилась с вами быть, если девочка согласилась находиться с вами в отношениях, встречаться с вами, то, на мой взгляд, предъявлять вам за то, что вы вот такой, несколько странно, вот, потому что, собственно, вы и были таким. Если, 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 она ожидала, что вы изменитесь, к примеру, то, я думаю, проблема это только ее, и не ваша. Здесь двоякая, двоякая немного ситуация. В итоге, наше общение выливалось в встречи постельного формата с небольшими прогулками. Ну, вопрос в том, повторюсь, чего между вами общего. Это мои первые отношения, до этого у меня были встречи на один-два раза, ничего не обязываюсь, это мой косяк. Не очень понял, а в чем именно ваш косяк. Я много рассказал про свое интимное противо, пошли, сделал просто комплимент, что оказалось, неприемлемо для нее. опять же, вы что-то делали, для нее это неприемлемо, то, что вы делали, но вы все равно делали. а она вам, если высказывала, свое недовольство, то делал я это крайне неуверенно, получается, или что, или как. Долго жил в режиме прокрастинации, что не вызывает неуважения, но и вызывал все, плен, я действительно очень полюбил, и люблю ее сейчас. Долго жил в режиме прокрастинации, что не вызывало неуважения, а хотел бы убедиться, правильно ли вы понимаете здесь прокрастинацию, вот, то есть, ну, что вы в это вкладываете. Опять же, не совсем понятно, девочка начала с вами, ну, вот, начала с вами встречаться, как раз тогда, когда вы уже были, если я правильно вас понял, в режиме прокрастинации, и, что изменилось, что произошло. Эээ, потом, да, для меня не очень понятно, что изменилось, что произошло. Почему девочка, ээ, перестала вас, вот, принимать. Перестала, перестала, вас, уважать. Дальше, ээээ, из-за более, за больше, двугодичная, наверное, мы готовы написать дикомутина, пока я вернулся над собой, я так что достала и бешу дико вплоть до моего дыхания, шагов и брошек мыслей, чтобы я не говорил, не делал за, не верю, а уж таки, гуляться на меня не хочет, остался только так, и то, которое я надоел, ибо он оказался в этом средней для нее, потому это в нем нет страсти, веселости и т.д. Ну, мне кажется, здесь у нас произошло переключение, в какой-то момент, то есть, в начале, если я правильно вас понимаю, вы девушку обесценивали, вот, а сейчас вы наоборот ее идеализируете. Проблема чисто функционально находится в личных границах ваших. И, соответственно, работать нужно в этом направлении, в направлении личных границ, работать с ними, чтобы они были, ну, чтобы они адекватно защищали ваш интерес. Потому что есть основания, по которым вы, например, к своей девочке не приключились, и есть такие же основания, которые вы сейчас делаете все для, опять же, своей девочки. И в какой степени и то и другое плохо, ну или пытаетесь сделать все для своей девочки, ну вот, и то и другое плохо, потому что это все крайности, и в любом случае ваши интересы здесь они ущемляются. Дальше. Ну, я ее люблю, очень хочу, что ее исправят. Происходит банальная неверия, учитывая, что, как обещая жми, спасы, ничего не делал. Сейчас я ее исправил. Что именно вы исправили, что вы вкладываете в любовь, потому что такая я вижу нуждаемость в ней, а не любовь. Вот, что именно вы исправляете. Дальше. Она признала, что раньше хотела, чтобы я так и стал, а сейчас этого мало, я ее бесшу. Ну, это всего рода манипуляция, вот, и, скорее всего, не особенно. С ее стороны, вот, когда требования с ее стороны, говорит о, ну, о личных конфликтах по человеку. Сейчас она в огромной ярости, беденстве, я ее разнаю, слышите, провалиться с достаточно, она не хочет, чтобы, как говорит, поздно. Я не знаю, что мне делать, я разбит полностью, морально-сторически, на таком дне, что это сложно представить. Ну, вот вам здесь нужно подумать, как девочка могла вас до такого состояния довести. Вот. Что она для вас значит и какие желания у вас, ваши с ней связаны. Там ответ напоминает созависимые отношения. Вот. Про созависимость можете почитать в интернете. Я не знаю, что так. Говорит, что любит меня, но по-особенному вы не можете все это принять, это все невероятно без, но это не любовь. По крайней мере, здесь не про любовь речь. Я могу с нее, чтобы с ней градус ее беженство убрать, но вы можете отдалиться от нее и более подробнее раскрыть, что именно вы исправили. На этом все, надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.